В этом дворе проживает многочисленное звериное братство. Среди самых ярких представителей белка, лиса Чернобурка, песец и волк. Якут живет с людьми с рождения. Волчицу убили браконьеры. Всего в помете было четверо волчат. Одного из них и приютил Сергей. Сейчас степному волку два года. Я поехал и забрал себе якута. Совершенно маленького, еще слепого. Выкармливали моего соски. Ну так потихоньку, потихоньку и выкармливали. У меня собака-лабрадор, ему 9 лет. Вот он был ему за папку и за мамку. Якут – дикий зверь со сложным характером. Сегодня он спокойный, а завтра не позволит войти в вольер. Волка ни в коем случае нельзя наказывать, говорит Сергей. Он не поддается дрессировке, а привычная для собак команда «Фу» заменена на табу. Это злопамятное животное со своим характером, со своими заморочками. Если я по каким-то причинам по рабочим не появляюсь, день-два, ной скулит, лащится, на плечи прыгает, с ног сбивает, всего облизывает. И вот так. В рационе волка – говядина, кости и каши. Кормит Сергей его четыре раза в день. Выгуливает дважды в сутки. В основном, когда на улицах нет людей. Волк любит гулять в лесу и водные процедуры. Люди при виде необычного питомца удивляются. Некоторые приходят к Сергею вновь, чтобы рассмотреть всех жителей домашнего зоопарка. Денег за это хозяин не берет. Все с удивлением – волк, 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 волк. Некоторые неопытные – а что это, лиса? Он всегда строго мошенник у меня. Во-вторых, мы как бы стараемся не сближаться с прохожими. Очень много детей приходится, школу сюда посмотреть на это все, хозяйство. Самым первым в зверинце появился вьетнамский поросенок по имени Батон. Вскоре к нему присоединился приятель Фунтик. Его продали знакомой Сергея под видом мини-пига. Но хрюшка выросла до невероятных размеров. И она приехала и слезно спросила куда-то его пристроить. Убить, ну естественно, ей жалко. Он у нее жил дома какое-то время. Павлины, фазаны, десятки кур и уток. Есть и пара кроликов. А в вольере прячется песец Яша. Белка гостям даже не показалось. Живет зверинце чернобурый лис по кличке Фокс. Больного полуторамесячного щенка привез знакомый. Сергей выходил с животное. Будет на камеру прячется. Стесняйся. Ты стесняешься. Ты чудо мое. Местные жители говорят, соседство со зверинцем не доставляет проблем. Нам тоже приятно. Живность. На фоне только видели, что там посадка. Конечно, это приятно. Тем более, это никого не напрягает. Просто человеку свое удовольствие держит для себя, не для показухи. По словам хозяина, у каждого питомца есть ветеринарный паспорт. Животным делают необходимые прививки. Для Сергея держать такое неординарное хозяйство – это хобби. Станислав Печурин, Руслан Шевченко, Дарья Зырянова, ТВ5. Продолжение следует... Руслан Шевченко, Дарья Зырянов, Руслан Шевченко, Дарья Зырянов, Руслан Шевченко, Дарья Зырянова, ТВ5. Продолжение следует...